Девушки отдыхают На дне моря случилась беда. У морского дракона заболела единственная любимая трехголовая дочка, Дракулочка. Во дворце дракона перебывали лучшие лекари, но ничем не смогли ей помочь. Драконова дочка слабела день ото дня. Заболела моя доченька, дочурочка. Моя радость и красавица, Дракулочка. Красавица. Не нужны теперь совсем не ваши почести, Мне бы лишь температуру снизить дочери. Моя радость и красавица, Моя трехголовая, Заболела моя доченька, дочурочка. Моя радость, Моя единственная красавица, Моя единственная дракулочка. Моя радость и красавица, Моя единственная дракулочка. Дракон был сильнее всех в море, И его боялись и рыбы, и медузы, и даже свирепые акулы. И когда он созвал всех своих подданных, Они тотчас же приплыли к нему. Что же теперь мне делать? Как спасти мне свою дочь? Са, са, са. Так ответили рыбы и склонили головы на бок. А когда в Японии говорят са, Это значит сказать нечего. И вдруг взгляд дракона упал на каракатицу. Ну, а ты что скажешь, старая? По-моему, выход один. Надо достать печень живой обезьяны. Но чтобы раздобыть печень живой обезьяны, Надо же сначала достать живую обезьяну. А где же найдешь ее здесь, на дне моря? Но я сейчас скажу, где. Далеко на юге есть море, обезьянь и остров. Пошли туда кого-нибудь, И тебе привезут живую обезьяну. А кого мне послать? Кого мне послать? Акулю? Нет, нет. Она проглотит обезьяну вместе с печенью. Может быть, тогда рыбу пилу? Ни в коем случае. Она по дороге... Перепилит обезьяну пополам. Да ну тогда кого же? Пошли медузу. Медузу? Ну да, ведь обезьяна живет на суше, А вылезти из воды может только медуза. По-по-по-по-по-послать меня? Ну, мне до сих пор не приходилось видеть обезьяну. Запомни, у обезьяны красное лицо и короткий хвост. Она любит лазить по деревьям и есть каштаны. Бананы. И бананы. Запомнила? Кажется, да. А как достают обезьян? Конечно, силой тебе обезьяну не захватить. Ведь ты маленькая, а она большая. Надо ее обмануть. Поняла? Ах, обмануть. Тогда поняла. Ну, медуза, плыви. Но без обезьяны лучше не возвращайся. Кто умнее всех на свете? Люди, люди. Эх, люди были обезьяны. Были, были. Эх, я умнее обезьяны. Да, да. Эх, значит, я, значит, я, значит, я умнее всех. Я умнее обезьяны. Да, да. Эх, эх, люди были обезьяны. Были, были. Эх, кто умнее всех на свете? Люди, люди. Эх, значит, я, значит, я, значит, я умнее всех. Эх, эх. Всю дорогу медуза думала о том, как бы обмануть ей обезьяну. Плыла она целых три дня, но дорога показалась ей короткой. Наконец, далеко впереди мелькнула черная точка. Ой, обезьяний остров. Это был действительно обезьяний остров. Медуза поплала быстрей, добралась до берега и сразу же увидела дерево. А на нем зверька с красным лицом и коротким хвостом. Не надо верить в восьмином про глупых обезьян. У обезьян, поверьте, всего один из ям. У нас одни бананы в уме или души, Зато других вокруг овса мы очень хороши. Дух мнений быть не может, Не всех зверей умней, Раскоет, чем немного, Как похожий на людей. Вот она, обезьяна, живая. Здравствуй, обезьяна, какая хорошая погода. Здравствуй, здравствуй, не знаю, как тебя зовут. Погода хорошая, это правда? А кто ты такая, откуда взялась? Ну, какая глупая, я медуза. Я живу на дне моря, а сюда заплыла нечаянно. Мне, видишь ли, на своих четырех ногах все равно, Что по воде плавать, что по суше ходить. А славный у вас островок. Славный лучший остров в мире. Ты посмотри только, сколько кругом орехов, бананов и каштанов. Ты, должно быть, еще не бывала в таком прекрасном месте, а? Ну, как сказать, я похвалила твой островок, потому что я вежливая. Но там, где я живу, на дне моря, конечно, лучше. Неужели? Что же там хорошего? Ну, во-первых, там очень высокие деревья, вдвое выше, чем у вас. Да? А у них есть каштаны? Каштаны? Да сколько хочешь. И каштаны, и бананы. Какая глупая обезьяна. Их так много, что они растут у нас на всех деревьях. На всех деревьях без исключения. Даже на соснах. Ой, как бы я хотела побывать у вас на соснах. Да? Ну, я тебе могу показать дорогу, если ты хочешь. За это спасибо, но я не умею лазить по воде. Ну, так и быть. Я повезу тебя на себе. Ну, как можно? Тебе будет тяжело. Ты же маленькая, знаешь, какая тяжелая. Ничего, я потерплю. Ну, если ты так любезна, я согласна. Едем. Тиши. Ты собьешь меня с курса. Медуза плюхнулась в воду. Любопытная обезьяна осторожно шагнула на ее широкую спину, уселась на корточки, длинными руками ухватилась за бока медузы, и они поплыли. Можно плыть на пароходе. Можно на плотах. Можно плавать на эсминце. На спасательных кругах. Можно плыть на чем угодно. Все заходит шлюзы. Нам всего приятней плыть на спине. Медуза плюхнулась в воду. А пиану мы плюем. Вдвоем. Дороги, чтобы держать. Вдвоем. Ля-ля-ля. 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 Тише. Соскользнешь. И соскользну я крепко держусь. Медуза ликовала. Дело было сделано. Живая обезьяна сидела у нее на спине. Потише, потише. Я боюсь свалиться в воду. У тебя спина и бока ужасно скользкие. Фу, какая глупая. Держись покрепче. Да. Скажи, пожалуйста, у тебя есть печень? А зачем тебе это знать? О, это очень важно. А для чего же тебе это так важно? Так, я не могу тебе сказать. Нет, ты, пожалуйста, скажи, скажи мне. А то вдруг окажется, что печень у меня совсем не такая, как тебе нужно. Вдруг окажется, что совсем не такая. Как не такая? Ты уж, пожалуйста, меня не подводи. Видишь ли, только дай слово, что ты никому не расскажешь. Твоя печень нужна для дочки морского дракона. Она больна, и ее никак не могут вылечить. Меня послали за тобой. Когда я тебе привезу, у тебя возьмут печень. Драконова дочка съест ее и сразу поправится. Ой, ну чего ты, ну чего ты, сиди спокойно, а то соскользнешь и утонешь. Обезьяна так и задрожала от страха. Она бы соскочила со спины медузы, но кругом было море. И ей ничего не оставалось, как притвориться спокойной и попробовать обмануть глупую медузу. Медуза, а медуза, я решила, я с удовольствием отдам свою печень драконовой дочке. У меня же ведь много печенок. Ну неужели мне жалко отдать одну или две печенки для дочки дракона? Ну что ж ты мне сразу не сказала об этом? Ведь я как нарочно оставила все свои печенки дома. Как оставила? Как оставила, как оставила. Вот так оставила. Утром я их выстирала и повесила. на дереве сушить. Печени-то надо раз в неделю стирать, а то они делаются грязные. Вот как? Чего же тогда я тебе везу? На что ты мне без печени? Ну что ж тут такого? Давай вернемся. У меня там есть одна очень хорошая жирная печенка. А ты правду говоришь? Да ты сама увидишь. Все мои печенки развешаны на дереве. Ну, знаешь что? Давай вернемся. Только ты возьми самую жирную, хорошо? Непременно. Только поскорее тряси меня до берега. Медуза повернулась и поплыла обратно. И как только она очутилась у берега, обезьяна спрыгнула с ее спины и в два скачка добралась до дерева. Ой, ну что ты там так долго? Скорей! Мы и так потеряли много времени. Вот тебе. Видела? Фу, какая невежа. Разве можно язык показывать? Слезай скорее. И не подумаю. Спасибо за прогулку. С меня довольна. А печень? Ну, как же я без нее вернусь? А мне все равно. Как хочешь, так возвращайся. А у меня одна печенка, и она мне самой нужна. Поняла? Так значит, ты меня обманула. Это же бессовестно. И я пожалуюсь на тебя, морского дракона. Пошелся. Он мне здесь совсем не страшен. Но ведь ты собиралась посмотреть дворец и каштаны на соснах. Не нужны мне твои каштаны на соснах. Я люблю каштаны на каштанах. Двух мнений быть не может ни всех зверей у ней. Раскои в чем немного, Попушка похожи на людей. Е-е-е! А-а-а! И пришлось глупой медузе возвращаться ни с чем. КОНЕЦ А дома ее уже поджидали. Ух! Ух! Я вернулась. А где же обезьяна? Где обезьяна? Обезьяна, обезьяна. На дереве. Да. Да-да. Сначала я ее обманула. А потом она меня. Я ее повезла. Но она сказала, что забыла свою печенку дома. И мы вернулись. А там она прыг на дерево. И поминай, как звали. Са! 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 Так ответили рыбы и склонили головы на бок. А когда в Японии говорят Са, это значит сказать нечего. Ах, вот ты какая глупая! Дракон был разгневан. И медузу так стало трясти от страха, что она потеряла все свои кости. С тех пор медуза и осталась без костей. И колышется она на волнах, как мягкий, зыбкий комок. Да и на что, дураку, кости? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok